Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. На данном доме мы выполняем работы по реконструкции крыши. И в данном видеоролике покажу вам детали наших работ и нюансы, с которыми сталкиваемся при реконструкции. Вот на данном участке кровли мы уже выполнили все подготовительные работы для монтажа финишного кровельного покрытия. Будем применять модульную металлочерепицу. О ней снимем отдельное видео и разберем все моменты. Вот здесь у нас идет зона яндовы. Для того, чтобы у нас яндова, которая будет выполнена из металла, будем гнуть ее по месту, мы сделали практически сплошную обрешетку. То есть между шаговой обрешеткой мы добавили дополнительно еще одну доску. Для того, чтобы у нас яндова изготовлена из металла в процессе эксплуатации крыши. И при воздействии весовых нагрузок от того же самого снега она у нас не деформировалась. Яндова выполняется вот таким вот образом. Что касается самой подготовки непосредственно кровли и устройства подкровельной изоляции. Контурбрус у нас. Вот такие вот места крепления саморезов и опять же механическое крепление пленки с помощью скоб. Перекрыто с помощью вот такой вот ленты. Шао Бэнд в качестве подкровельной изоляции мы применили вот такую вот диффузионную мембрану от компании Проклима. Называется она Мента 3000. Вот здесь уже все у нас сформировано. На таких вот местах, где идет у нас фронтон, мы дополнительно поставили брусок 40 на 40. Соответственно будем сюда подводить модульную черепицу. Ну а вот в этом месте у нас будет сделана закладная. Но об этом месте поговорим отдельно уже в другом видео, где подробно покажем узлы по монтажу непосредственно модульной черепицы. Вот так выполнены работы у нас на данном участке кровли. Сейчас вам покажу другие. Вот здесь вот мы уже сформировали яндову. Такой способ самый оптимальный и наиболее герметичный. В зоне яндовы мы выполнили вот такую вот корыцу из пленки. Сейчас подойду ближе и покажу вам отдельно этот узел. Друзья, вот так вот выглядит яндова вблизи. Каким образом она формируется? Сначала на стропилы устанавливаются два бруска. Один слева, другой соответственно справа. Между брусков раскатывается полотно мембраны диффузионной. Какие-либо здесь открытые крепления, они недопустимы. Крепим по верхней части. Далее перекрываем вот эти вот все крепления от скоб уплотнительной лентой шаобенд. Ну и соответственно потом при монтаже обрешетки у нас вот эти вот места крепления от саморезов тоже перекрыты данной уплотнительной лентой. Вот такой вот узел формирования яндовы является самым герметичным. Если даже вдруг какая-то может быть протечка или еще что-то, здесь отсутствуют какие-либо открытые места крепления, перехлесты, все будет стекать у нас в сторону карниза. Как подводится уже мембрана непосредственно к яндове? Заводим на мембрану, которая раскатана в яндове. Выполняем здесь такой вот достаточно большой перехлест. И соответственно вот этот перехлест дополнительно проклеиваем лентой мультибенд. Вот таким вот образом у нас здесь все абсолютно выполнено герметично. Вот с этой стороны тоже какие-либо открытые места крепления у нас отсутствуют. Соответственно водичка, если будет она, придет в это место и все спокойно стечет. Сейчас, конечно, мы яндову обязательно обдуем, потому что в плане производства работ вы неизбежно какие-то детали будете зарезать по месту. И нужно обязательно следить за частотой подкроеного пространства. И что на этой стороне? На этой стороне разобрали непосредственно кусок кровли. Вот такую вот часть. Что мы видим? Вот здесь вот такое было устройство пароизоляции. Применен спиннерный полиэтилен. Ну, соответственно, здесь никакой герметичности нет. Вот здесь вот уже у нас идет вагонка. Это отделка, соответственно, потолка. Вот она здесь виднеется. Как мы выполняем устройство пароизоляционного слоя при реконструкции? Есть вот такие вот сложные, опять же, места. Где-то необходимо добавить стропила. Ну, соответственно, стянуть. Такие вот моменты, как правило, всплывают только в производстве работ, когда мы с вами открываем крышу. Если мы видим, что стропила у нас не в лучшем состоянии, а имеет какие-либо повреждения, мы, соответственно, дополнительно наращиваем уже новую стропилу к ней. Вот здесь вот приступили к укладке пароизоляции. Применяем вот такой вот материал. Дельта-неофлекс. Нова-флекс, извиняюсь. Адаптивная пароизоляция с переменной паропроницаемостью, которая позволяет обернуть, соответственно, стропила. И если какая-то влага будет возникать за счет свойств материала и за счет, опять же, диффузии, вся влага у нас уйдет. И при использовании данного материала у нас стропила никогда не сгниют. Применять классические пароизоляции при реконструкции, вот таким вот образом, оборачивать стропила категорически нельзя. Выполняем механическую фиксацию, нарезаем арголит, вот такие вот полоски, и прибиваем с помощью строительного степлера. Вот так вот оборачиваются все стропила. Здесь вот есть небольшой фрагмент сформирован. Как вообще выглядит утепление? Вот здесь вот плита имеется, она уже идет сразу в размер 200. Мы нарезаем его из рулонного материала, используя Мурсу Терра. Укладываем межстропил. Должна быть уложена плотно, без каких-либо зазоров. Далее у нас идет брусок по горизонтали. Далее у нас идет вот такой вот брус по вертикали. Таким вот образом мы формируем двойной перехлестный слой под утепление. Общая толщина теплоизоляции, когда мы с вами выполняем двойной перехлест, у нас уже получается 200, 50 и 50. Итого 300 миллиметров. Таким вот образом крыша будет достаточно энергоэффективной. Вот эти вот все стыки пароизоляции. Когда с одной стороны ската мы заводим уже пароизоляцию с другого ската, мы их соединяем и между собой проклеиваем на мультибенд. Вот такие работы мы в настоящее время выполнили. Выполнили, подготовили также здесь шахту, сделали каркас, утеплили. Там у нас идет газовый котел. Ну, прям чувствуется тепло. Тоже неправильно сделано. Вот результат того, что флюгарка была неправильно сделана. Вот коррозия. И вот, соответственно, вот так вот разрушается металл. Непосредственно газовый котел нужно выводить из-под колпака наверх. А здесь у нас, что получилось, собирается, соответственно, пар. Здесь постоянно налить. Ну, и металл, вот у нас результат весь, собственно, сгнил. Вот такие вот работы мы провели в настоящее время. Всем пока. До скорых встреч.